Мы с вами здесь вот видим образцы крупногабаритных зеркал, сделанных из уникального стеклокерамического материала Астроситал. Подобный материал могут делать всего три фирмы в мире. Уникальность этого материала состоит в том, что он в большом диапазоне температур имеет нулевой коэффициент линейного расширения термического. Ну а поскольку системы работают и в космосе, где очень низкие температуры, и на Земле, где могут температуры повышаться, очень важно, чтобы эти зеркала держали свою форму, чтобы давать хорошую четкую картинку. И на всех континентах земного шара стоят обсерватории с оптикой ЛЗОС, и треть этих крупных обсерваторий работают на наших изделиях. Другой пример — крупногабаритные линзовые объективы. Вокруг нашей Земли летают и навигационные спутники, дистанционного зондирования Земли, метеорологические спутники. Вот в них и используется наша продукция. То есть, в принципе, можно сказать, что любой спутниковый снимок, который мы сегодня можем увидеть в интернете по собственному запросу, сделан с помощью стекла, произведенного здесь, в Латкарине. Совершенно верно. Вся летающая оптика на орбите, она вся с использованием Латкаринского завода оптического стекла. Это не какой-то культурно-развлекательный центр, а он несет очень большую смысловую обучающую нагрузку, имеет большую образовательную ценность для детей и подростков, потому что мы их знакомим с актуальными проблемами и вопросами в космонавтике, в астрономии, как оптические приборы помогают изучать окружающий мир, начиная с невидимых тайн микромира и заканчивая глобальными масштабами Вселенной. Вот этот самый массовый объектив, Рубин-77, вот в частности, этот экземпляр, он трижды в космосе побывал. То есть, даже прикоснувшись к нему, можно сказать, вы прикасаетесь к космосу. Когда были пожары, из воздуха нельзя было увидеть, где очаги, потому что было очень большое задымление. И вот из космоса как раз было очень хорошо видно это. Летчикам давали координаты, вертолеты, самолеты, которые тушили пожары, летели вот именно туда. То есть космические технологии позволяют и решать земные проблемы. Видите, БТА. Это самый большой российский телескоп, для которого наш завод сделал шестиметровое зеркало. Это был самый большой телескоп в мире. Этот рекорд продержался 20 лет. Заготовка этого зеркала, она весила 72 тонны, и охлаждали ее около двух лет, более двух лет, два года и шесть дней, на сотые доли градусов, снижая температуру. Это вам так долго остывало? Так долго, потому что важно не только стекло правильно сварить, но и правильно его охладить. Оля, мы с вами пришли в интерактивную лабораторию путешествия света в оптических лабиринтах. Видите, здесь такие тоннели у нас глубокие, подсвеченные. Как вы думаете, вот если треснет это стекло, не дай бог, конечно, и мы туда упадем, хватит нам глубины, чтобы там как-то пораниться, ногу сломать или вывихнуть. Вообще опасно ли это? Ну, кажется, что глубина метра три. На самом деле это оптический обман. Здесь два полупрозрачных зеркала на расстоянии около пяти сантиметров друг от друга, и между ними всего один слой светодиодной ленты. И многократные переотражения у нас создают иллюзию бесконечности. Планетарий. Мы с вами сейчас летим в космос в буквальном смысле. Да, это повторение полета Юрия Гагарина. То есть наши дети оказываются в кабине первого космонавта планеты. Создатели фильма рассчитали высоту полета, скорость полета, траекторию его. И мы проплетаем над теми же самыми местами, где летел первый космонавт. В начале каждого сеанса мы делаем обзор звездного неба, знакомим детей с созвездиями, какие-то интересные астрономические явления, там лунные затмения, солнечные затмения, там какие-то метеорные потоки. Планетарий – это и учебные классы, и кинотеатр, и театр одновременно, где действующими лицами являются звезды и планеты. И у детей большой интерес к этой теме. Поэтому вот музей и обратился к заводу, чтобы сделать такой большой комплекс образовательный для детей, где они могли бы узнать о космосе всё. Экскурсии проводятся для студентов и школьников в составе организованных групп.